Сотрудничество НАСА военных началось с дивизиона ПВО сухопутных войск. Мы поставляли им бинокли, подбирали необходимую модель. В результате оказалось, что да, такие модели существуют. Это модель, которая имеет в своем составе компас, имеет сетку, сумеречное просветление, азота наполненное, чтобы она не запотевала. Это позволило обеспечить расчету ПВО, который ищет крылатую ракету, сэкономить несколько секунд на обнаружении. Напомнить людям о важности установки этого приложения действительно необходимо. Это первая в мире система сетевого ПВО. То есть неким аналогом можно считать систему, которая была развернута в Великобритании в 40-е годы, когда у них на противовоздушную оборону было примерно 18 тысяч постов визуального наблюдения. Полезность сети пропорциональна квадрату количеству абонентов. То есть, грубо говоря, если у тебя тысяча постов визуального спостережения ПВО, а у меня их уже 240 тысяч, то разница не в 240 раз, а разница в 240 в квадрате и 1000 в квадрате. Так устроен этот мир. Да, мы бы были очень благодарны, если главы АТГ приняли бы посильное участие в распространении среди жителей этого приложения, потому что это приложение позволяет сохранить и имущество, и жизни наших граждан. И чем больше людей его установили, тем надежнее эти данные, тем больше польза от этих данных, тем лучше закрыты места, то есть маленькие городки, берега рек, какие-то особенности рельефа. То есть там, где действительно наше ПВО может по каким-то причинам временно терять воздушные цели.